привет с вами александр кушаев лаборатория наномир вот тут у нас есть интересная штуковина называется кодирующие апертуры вот приблизительно так вот будет выглядеть видеокамеры будущего их можно будет надевать прямо на голову так и раз и они могут снимать панорамно на все стороны в пяти диапазонах это рентгеновский кодирующие апертуры дальше ультрафиолетовая тоже оптика видимый диапазон тоже оптика то есть каждый бусинка это может быть оптическим объективом с напеленные матрицы с внутренней стороны вот тепловой диапазон это дефракционная решетка инфракрасный диапазон это тоже оптика то есть вот одна такая штука может в пяти диапазонах снимать панорамно ну и каждый кадр он может быть гигабайты но дальше можно делать фильмы панорамные которые можно смотреть глазами человека глазами там змеи глазами рентгенологов или рентгеновских телескопов и это сам инфракрасным в тепловом диапазоне как через тепловизор но это будет возможно если технологии дойдут до уровня когда каждая твой шарик пришел уже давно дошли в мобильниках резочки имеет размер бусинок то есть можно как раз по технологии современных видеокамер мобильников сюда натыкать бусинок просто надо были снимать позже диапазона да просто надо напылять матрицу фото не на какую-то там скажем пластинку а прямо на на шарик корундовый причем если каждого цвета шарик своя матрица получается три разноцветных матриц уже rgb атомограф можно так сделать вы естественно то есть чем хороши вот эти технологии на самом деле до сих пор еще нет они есть бусинки нет но есть технологии но они вот не конкретизированы для конкретных размеров например но для конкретных размеров и должна меняться это тоже очевидно там точнее даже не размер размер то есть подходящий то есть размер линз в этих можно вот эти диапазоны под эти размеры подогнать а именно сферическую поверхность для напыления матрицы смотрится на сферу на вот эту маленькую сферу миллиметрового размера а еще с нее надо забрать информацию конечно да а еще когда только что произнес слова гигабайты вот они эти гигабайты тоже куда-то надо загнать ну да процесс их надо передать в реальном времени да да конечно при помощи технологий каких там же 6 уже или же 7 или же 8 в общем у тебя голова не сварится у меня вопрос пленочный шлейф нужно опять же придумать технологию александр я не возражаю там уже мегапиксели десятки мегапикселей позвольте задать вопрос мегапикселей а у тебя на каждый шарик будет ложиться десятки а с шарика у тебя здесь несколько тысяч ну ладно тысяч несколько тысяч ну вот из мегабай из мегапикселей получится выводиться куда будет все данные о этом многослойном исследование передавать через вай-фай куда на мобильник на компьютер или в видео очки можно вот обычный интерфейс и про рулетки тоже расскажите давайте начнем с самой интересной рулетки это у нас рулетка нефертити она у тебя длинная или нет я могу даже снимать а она так интересная ну вот она длиной больше метра понятно а можешь при помощи этой рулетки замерить диаметр столешницы и сказать какой у нее размер конечно вот так вот прикладывание диаметр а вот периметр у нас подлиннее полу периметр точно называют а полу периметр полу периметр запросто ну давай прикладываем надо помо подержать тут же нету этих да если бы это был цилиндр был бы легко от а ведь это не совсем цилиндр вот где-то где-то вот так вот и будет полу периметр ну допустим вот ну вот сколько там это красненьких украшаем на 2 будет дюйма сколько в дюймах это у тебя дюйма да да а один красненький 1 дюйм 1 зелененький еще один дюйм поскольку есть как раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 11 11 11 11 31 красненький и 20 и 30 зелененький значит 59 дюймов это пол периметр этого стола При этом ты знаешь, что у нас народ слабообразованный, выходя из школы, 9 человек из 10 плохо считают, умножают, вычитают. И кто будет пользоваться пересчетом дюймов в сантиметры? А это может сделать калькулятор, если тогда набрать множитель 2,4 сантиметра, проразится в дюймах. У меня вопрос, из каких народов эти? Сколько времени надо потратить на... Значит, чем отличаются вот эти две рулетки нефертити? Это, значит, из чешского бисера, а это из китайского, у которого качество гораздо хуже. То есть видно, что здесь бусинки отличаются на 15% по размеру, а здесь на 70%. И тем не менее, если вы возьмете и проверите, совпадают ли половинки, то оказывается, что и для китайского совпадение почти такой же точности. То есть здесь, скажем так, в 300 раз точнее эталон, чем его элементы. За счет синергетического эффекта? За счет усреднения погрешности по горизонтали и по вертикали. А вот эти полосатые образцы, они же отличаются от образцов с узорами? То есть у них специфика в чем? Полосатые – это просто штрих-код измерительный, геодезический. А когда уже идут вот такие хитрые структуры, это уже может быть кодирующая апертура. А эти треугольники, они могут быть и заменой, так скажем, заменой вот таких вот... Сейчас посмотрим, где это у нас. Рулеточка. Вот. Значит, есть градиенты. Нет, градиентные шкалы. А треугольники, они заменяют градиенты. Сдалека градиенты треугольник неотличимы. Неразличимы. А какие изображения кодируются апертурами? Смутные, четкие и вообще апертуры какую информацию будут? Апертура, они позволяют работать в диапазоне, где линзы не работают. То есть вот сейчас вот в рентгенских телескопах используются, например, свинцовые шарики, которые обрасывают тень в рентгенском диапазоне. И когда вы эту тень анализируете от многих шариков, то можно восстановить изображение с помощью компьютера. Но это не только геодезическая, значит, функция. Какие еще сферы? Метерология. Метерология. Причем геодезисты, которые приезжали из института геодезии, сказали, что в геодезии еще не востребована микронная точность, а в метрологии уже востребована. Поэтому там быстрее выдастся это дело внедрить. В метрологии какой? Ну, какой. Например, конверное производство, где там микронная точность нужна. То есть везде, где нужна микронная точность, это уже актуально становится? Я так понимаю, несмотря на то, что тут были всякие геодезисты и прочие, так сказать, не менее грамотные люди, движение практически нулевое. Движение определяют менеджеры, а не специалисты по науке. То есть здесь были научные дискуссии, а теперь нужны менеджеры. Александр, мы про твое понятие менеджера уже обсуждали эту тему. Давай мы не будем затрагивать то, что ты понимаешь под словом менеджер. Ну, управленцы, которые решают вопрос. Я так понимаю, вся наша геодезия и метрология, про которую ты только что рассказывал, она же у нас использует исключительно импортные технологии. Не исключительно. Наших технологий не так уж и много. Сейчас баланс постепенно балансируется. Не в том, что кто-то берет, что-то там купил и начал при помощи этого делать. А импортная технология заключается в том, что принципы вот этих полосочек, они выработаны там, за рубежом. И наши, даже вот если бы хотели, они, геодезисты, ничего менять не будут. Никогда. Не берут это все сам. То есть тебе нужно находить людей, как ты говоришь, мы не с производителями, а с разработчиками. Которые будут связываться с разработчиками. Разработчики у нас за границей, и сейчас это делать очень сложно. А вот это что за шкала? Просто у нее красивые. Это самое, Радужного Будды. А где применяется только геодезическое? Для строительства мегалитов такие шкалы применялись. И все это сохранили племена? Какой они должны были быть длины? Длины 2 метра, допустим. Достаточно. А есть длинные рулетки, вот на голову наматываются, и там на шее целые эти рулоны какие-то. Да, вот как мы сейчас мерили периметр окружности, длину окружности вот этой. Подержи здесь пальчиками, здесь пальчиками, здесь пальчиками, и я тогда смогу замерить окружность. Не, ну где колонны там держать не надо, она же цилиндрически прижала, и там она не сварится. Или там, скажем, генуканы как померить. Ну да, надо еще всякие крепежи придумывать. Они есть, то есть у этих африканских племен на голове там видны крепежи, там все эти микрометры, все это видно. Детально скопировано. Это, да, это самолеты из соломы, но только... У меня есть выпуск рассылки, где называется прям микрометр бесерной. Вот это я вижу, да, есть такое. Шкала нониуса там есть, причем у нас нониус один, а там бывает 2-3 нониуса. Как мы отрезюмируем все вышесказанное? Нужны были там все, чтобы не дреть. Все вышесказанное резюмируется следующим. Идея замечательная. Надо его снимать. Не, мне не надо снимать. У него даже на одежде скалы видны градиентные. Но они цветные. А градиентные разве тоже актуальны сегодня? Да, вот такие мексиканские орнаменты, они как раз... Но все оно завязано на технологии. Технологии в условиях лаборатории наномер не создать. Почему? Вот технология, ручная. И все это изготавливается вручную, и бессероплетово за 200 рублей 10 сантиметров. Они оцифровываются позже. Что-то это самое. Начнем с самого начала. Вот ты любишь как-то все передергивать. Вот она технология. Да нет, это еще не технология. Измерительная вот она. Это еще не технология. Нет, пожалуйста, вот зарублина сделана. Вот где она? Вот зарублина. Здесь 5 микрон точность, пожалуйста. Вот, ты все смешал в одну кучу и сказал, это технология. Значит, вот она твоя первая ленточка. Вот видеокамеры, которые снимают в рентгеновском диабазоне. Да, это уже технология, да. А измерительная, она идея. Это не технология, это то, как можно использовать технологию, которой нет. Да, это модель, это идея. Это модель идеи. А вот что касается измерительных, это уже технология. Вот измерительная, я же тебе говорил, вот у нас из школы выходят люди, которые умножить дюйм на некое число и получить цифру в миллиметрах не могут. Не проблема, конечно, надо брать бисер с размером уже миллиметра. Просто это бисер, кто-то, что-то, что-то в дюймах. Как крупный. Что такое десятый номер? Это 10 бусин на дюйм. Вот поэтому дюймы и получается. Вот. Оказывается, это для любого IQ подходит. Но технология это станет, когда вот тут будут крепежи. Зачем крепежи? Ну, для того, чтобы я вот мог как-то вот, не выпендриваясь каким-то образом, замерить все-таки вот расстояние. Чтобы она не падала. Но это решаемое. Но это же ребро, поэтому на это, в общем-то, не рассчитано. Рассчитано на поверхность. А я возьму рулет, рулетом, рулетку, и... И рулетка у тебя точно так же будет сваливаться. Точно так. У меня не свалится. А вот это валится. Так это и есть рулетка. Рулетка жесткая, а это... Ну все, тогда я... Рулетка тоже тряпочная бывает. Тогда я вот что могу сказать, что пускай точность наших измерений повышается. Ну вот, и строители говорят, точность, с которой мы сейчас измеряем все, устраивает те технологии, которые мы используем. Да, правда, геодезисты говорят, что их уже не устраивает, потому что они завалили несколько заданий, потому что у них точности не хватило. Поэтому не всех геодезистов устраивает. Ну, может быть... Но метрологам еще нужнее, потому что они уже метроны хотят. А геодезисты метроны еще не хотят. Они хотят хотя бы здоровые метры. Я говорил, что они мало хотят. Нет, чем больше хотят, тем лучше. Вот, есть заказы, есть, нету заказов. Нету. Да нету сюда нет. Ну, в общем, на этом мы заканчиваем нашу передачу.